И вот оно, зажигается небо. Если вы вживую не видели вот такого заката, то считайте, вы не были на море. Очень рад, что вы вместе со мной смотрите эту фантастику. Большая редкость увидеть такую красоту. И цена в сутки за отдых на четырех человек – 260 тысяч рублей. Еще немножко, и может наша вся курортная деятельность накрыться большой попой. Помните, сколько было мусора, и какая сейчас чистота и красота. Сзади меня происходит этот полнейший беспредел. Убитые строительным мусором дюны. Просто посмотрите на этот беспредел. Можно прийти на пляж и найти сразу деньги. Аж глаза закрываются и слезятся. Так отвык от такого обилия света. Джимоте Анапа будет тонуть очень сильно. Какая новая Анапа? У нас здесь новая Джимоте. Может быть по масштабам гораздо больше. Позор города Анапы. Наша железнодорожная гавань. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас от железнодорожных гаваней города-курорта Анапа. Именно отсюда начинается путешествие к морю у многих людей. Ну и также уезжают они отсюда. Мы сегодня посмотрим с вами на Джимоте и вообще, что ждет это местечко в дальнейшем. У вас волосы дыбом встанут от количества застройки, которая сейчас здесь происходит. С вами Юрий Азаровский. Вам всем привет, черноморские. А также мы посмотрим на все проходы к морю, которые в Джимоте имеются. Большой классный обзор для вас. Сейчас, конечно, здесь не такое движение, как летом. Но машинки присутствуют. А значит, что все работает. Люди приезжают и уезжают. У нас здесь вдоль заборчика вроде бесплатная парковка. А здесь часть платной парковочки. Но говорят, что иногда и к людям пристают, которые вдоль забора паркуются. Чтобы либо они не ставили машины, либо платили за парковочку. Ну и пробки здесь жуткие. Нам обещают, что здесь будет также перенесен из города Анапы автовокзал. Я не знаю, насколько вам эта идея нравится. Мне, допустим, вообще не нравится. А что больше всего мне не нравится, это вот напротив ЖД вокзала. Люди, когда приезжают сюда, видят вот такую мусорку. Понятно, что это дело тех, кто сюда приезжает на машинах выбрасывают. Но все равно это некрасиво. Те люди, которые приезжают, не имея личного транспорта. И идут на общественное, либо добираются от ЖМНТ, попадают вот на такой пешеходный тротуар. Где слева и справа тоже разный мусор образует свалку. И первое ощущение от курорта, ну, весьма неприглядное. Кажется, что ты приехал... Честно, даже не знаю, как их характеризовать. Это куда ты приехал, когда ты увидел... Ну, вот, вот это все. Ветки, палки, бутылки повсюду. То есть люди приезжают сюда бухать, свинячить, ну, явно не отдыхать. Причем эти бутылки лежат довольно-таки долго. Позор города Анапы. Наша железнодорожная гавань, а точнее то, что перед ней происходит. Ну, и нашим службам, которые отвечают за все это. Потому что вот под всеми деревьями оно безустанно напоминает и кричит о том, что надо провести здесь уборочные мероприятия. Я помогаю с уборками на пляжах. Здесь, я думаю, что службы, тем более трасса федеральная, Симферопольское шоссе, должны приложить свои усилия и убрать этот позор с лица города-курорта Анапы. Правильно ведь? Кто приезжал к нам в прошлом году, может немножко ужаснуться от того, что происходит здесь. Обратите внимание, это новый комплекс, который строится по Симферопольскому шоссе. Будет называться Le Prime Surf Resort Анапа. Вот такое вот. Здесь проводятся археологические изыскания. Это место КРТ, тоже комплексное развитие территорий. И здесь будут строить тоже лучи комплекс. Не знаю, как он будет, живой или нет. В ту сторону, если поворачиваем камеру, то мы видим с вами отель Sun Garden, который тоже за аквапарком ведет глобальную застройку. Изначально администрация города-курорта Анапы сказала, что это будет отель, но на сайте их продают апартаменты. То есть в Джимоте идет тотальнейшая застройка. Буквально там 5-6 лет вот это все полностью будет застроено жилыми массивами. Какая новая Анапа? У нас здесь новая Джимоте. Может быть по масштабам гораздо больше, чем там есть. Потом частный сектор уберут, так же все застроят. Отсюда мы видим ЖК Пионерский, который находится тоже на Пионерском проспекте или Апарт АТ Пионерский. По-разному его все называют. Еще мне очень интересно, кто же все-таки это строит, что такие названия придумают. Ле Прайм Серф Ресорт Анапа. Господи, вы о чем думали, когда это придумывали? Меня в этом месте больше всего волнует обводной канал, который идет от Чембуржского озера и проходит вот как раз, где вот эта техника сейчас ведет разработку. Очень надеюсь, что его расширят к него с Пионерского проспекта, сделают также подводы, а не тупо все закатают в бетон. Потому что без него джемоты Анапа будет тонуть очень сильно. Росневзаправочка 51, 35, 92, 95, 56, 60, 59, 20, дедельное топливо. Ну и вот, собственно, те раскопки, которые производятся на территории Харталучи. Работает много людей. Сюда уже приехала техника. И тут какой-то город, что ли, откопали даже. Интересно, почему у нас в районе, когда находят столько археологических достопримечательностей, их не используют? Раскопали, зафиксировали, убрали. Ведь уже столько мест притяжения во время строительства объездной Анапы здесь сейчас находят. И можно было там сделать комплексы для посещения и привлечения туристов, куда бы люди с интересом бы ездили и слушали истории этих мест. Но, к сожалению, во главе угла стоит большая деньга, которая сносит всю историю. Нафиг. Начнем мы путешествие с джемоты с улицы Железнодорожной, которая от жиде вокзала ведет непосредственно в сам поселок. С правой стороны у нас здесь построили домики. Я так понимаю, что это глэмпинг по нацпроекту застраивался. С правой стороны идет тротуар. Здесь обещали сделать кронирование деревьев как раз таки. И подъезд к Сангардену, который строится, это обещала именно администрация. Но пока, как видим, никаких работ особо не производят. Хотя, я, наверное, ошибаюсь. Впереди мы еще все увидим. Раньше был только вот этот участок застроен. Несколько гостиниц. Одна из них у меня есть даже на обзоре на канале. Можете посмотреть, как выглядит. Но здесь уже работает техника. Я так понимаю, что создают подъездные пути. И посредственно к этой застройке. Застраиваться тут будет очень большая площадь. Сейчас мы видим только строительство первого очереди. Этого самого комплекса, который здесь в дальнейшем появится. Вы напишите в комментариях. Интересно, он будет узнать более подробно. Может сходить на стройку. Показать, рассказать о том, что строится или нет. Не стоит, как говорится, лезть в эти дебри. С правой стороны у нас тоже застройка. И вот он самый тот обводной канал. С левой стороны, кстати, на нем какой-то забор стоит. Это на самом деле очень печалит меня. Краны стоят высокие. И уже, в принципе, несколько, по-моему, 3 или 4 этажа. Из земли вылезли. Буквально еще месяц назад только заливали фундамент. Вот с такой скоростью здесь происходит та самая застройка. Следующим таким объектом привлекательным у нас здесь есть Тикитак Аквапарк. На канале есть на него обзор. Снимался в прошлом году. С дочерью мы ходили. Аквапарк мне понравился. Они все у нас в Анапе разные. И каждый найдет, наверное, свой по вкусу. Место довольно-таки привлекательное и тоже интересное. Также есть в Джамоте и парк аттракционов. Далее мы выезжаем к Роте ДПС. Но я не хочу вас запутывать. Поэтому мы переместимся сразу на Тополинный проезд. А потом будем уже двигаться под Джамоте и снимать для вас все ее достопримечательности. Сейчас здесь, конечно, пустынно. Но, я думаю, будет интересно. Хочу поблагодарить Татьяну Михайловну Тэ за донатища в 300 рублей. Спасибо вам за поддержку на бензинчик. Ну, а вы поддержать канал можете по номеру телефона, который видите на экране. Буду вам признателен и благодарен. Благодаря вам мы можем путешествовать по Анапе району и Черноморскому побережью. Снимать для вас интересный контент. Ну, а также пишите, что вы хотите увидеть в следующих выпусках. Благодарю. Очень часто это место относят к Джамоте. Поэтому начнем отсюда. Тополинный проезд. Отсюда у нас доступ в Урал и Славянку. С левой стороны юность находится. А здесь у нас ривьера Алиан Фэмили. И у них идет глобальное перестроение. Строят новые бассейны. Новые корпуса будут размещены на территории бывшей ласточки. Вот так вот, ребятки, меняется курорт и увеличивается нагрузка на наши пляжи. Это в Джамоте будет раньше насчитавшихся безлюдными пляжами. Теперь находится гораздо больше людей. Если только можете это представить, я не могу пока. Особенно меня волнует инфраструктура. Имеется в виду водоподведение, водоподведение, электричество. Потому что с ним у нас очень большие проблемы. Ну, как я могу пройти мимо моих любимых одуванчиков? Загадываем желание, чтобы лето было прекрасным и хорошим. Самое главное, теплым. Походу, не будет. Простите меня. Чем я недоволен Аталина, что они сделали парковку на Пионерском проспекте. Можно было бы сзади сделать. Было бы лучше. Больше, чем верить. Зелень на Пионерском проспекте. А не парковки должны быть. Или если они уже и делаются, то хотя бы общедоступны. А не так для себя. Их благодарим за то, что они организовали великолепный комплекс, который называется Экопарк. И находится на Симферопольском шоссе. Ну, и здесь бы надо было такое сделать. И даже лучше бы здесь, а там бы парковку. Здесь у нас с другой стороны Пионерского проспекта имеется велосипедная дорожка, которая идет от Анапы и в ту сторону до Кристалла. А также Бимлюк. И с этой стороны Голубые ели. Здесь база отдыха с возможностью приехать, поставить палатку. И летом используется как парковка в этом месте. Ну, а теперь доедем до моря. Здесь разных гостевых домов пока не строится по бокам. Но они были построены на выделенной после красной линии территории пляжа. Уже при бывших администрациях. Сейчас мы видим, что здесь идет изменение строительства каких-то дополнительных ларечков. Наверное, мало магазинов здесь было. Парковка. Вот указывает указатель с правой стороны. Гостевой дом Мир называется. Ух ты. Не обращал раньше внимания название этого гостевого дома. Надо только найти, куда поставить свою машину. Костинец здесь очень много разных. Вот это, допустим, сносило перед собой дюны. Когда-то была такая... Это Луна называется, гостевой дом. В ту сторону находятся Авдалини, Авдалия, Люксери Хаусы и так далее тоже. Ну, а мы давайте пройдемте к морю. Есть столовая по пути следования на пляж. Сзади нас там осталось кафе. Довольно-таки хорошие отзывы о котором. Но сейчас под солнышком. А то мне в прошлом видео писали. Ах, и у вас паспортно. Ну, у нас второй день подряд уже светит солнце. Думал, вчера поснимать, но было прохладно. Сегодня солнце приносит нам уже тепло. Плюс 4 градуса у нас в последний день января. Это прекраснейшая погода в городе Курортианапа. С левой стороны полностью забором перекрыла ривьера пляж. То есть проход только перед ними имеется. Во время шторма там пройти нельзя. И приходится выходить аж на Пеневский проспект. Ну и наши дюны, которые хочется верить, сохранятся. Вот это что за беспредел тут, конечно, ставят? Это вопрос к нашей администрации. Пускай как бы решают все эти вопросы. Какой сегодня цвет у моря под солнцем? Как я по таким краскам соскучился. Аж глаза закрываются и слезятся. Так отвык от такого обилия света. Здесь остатки былой роскоши пляжей, которые здесь находились в летний период времени. Могу сказать, что в этом месте людей еще не так уж и много. Но после строительства всех тех объектов, которые я вам показал, я думаю, людей прибавится везде и в очень больших количествах. Вот так сейчас выглядит пляж ривьеры. Как видите, песок ниоткуда не взялся, не вернулся. Его уровня прям очень сильно не хватает. И людей на пляже очень много гуляющих. И в ту, и в ту сторону. Это радует всегда, когда приходишь и пляжи с людьми. Настоящая красота. Песок наконец-то подсох и иду как будто по летнему песочку. Мусор еще присутствует. Надо будет чистить пляжики. Хотя уборка идет постоянно. Даже отсюда вижу мешки с мусором, с пластиком лежат. Но его было очень много. Шторм века выкинуто. И потом еще несколько штормов подряд добавили то, что смывало тем штормом. Нашим службам по уборке пляжа очень тяжело. Можете видеть, как теперь близко при северном ветре отжимном воды стоит вот этот домик на берегу пляжа Ривьеры. Там был прокат оборудования. О, и смотрите, как можно прийти на пляж и найти сразу деньги. Пять рублей. Это кто-то кинул, чтобы вернуться. Вернись. А то не дай бог оставитесь дома. Красота, ребята. Двигаемся дальше на следующий пляж Джимоте. Кристалл я показывать не буду, потому что... Ну вот он, пляж до голубого пирса. Поедем сразу же на следующий проезд. Отсюда мы выезжаем теперь на Пионерский проспект и отправляемся уже дальше по нему более вглубь Джимоте. С левой стороны Мечта проезжаем. Здесь даже указана была какая-то ранняя парковка. Не знаю, как она сейчас работает или нет. Если вы в курсах, пишите об этом. Солнышко чуть прячется, и сразу не так тепло становится. Даже здесь на градуснике плюс пять в машине в тени она стояла. Это прекрасная погода. Подъезжаем к Кристаллу по левой стороне. И здесь между ним и Мечтой есть проход на море. Вот его показывать не буду. Меня просили на днях, расскажи, Юра, куда ходит у нас родник в санаторий. Он будет немножечко дальше. После эры. Сначала юность, эра, потом родник. Здесь, кстати, у нас Эллада вторая по левой стороне находится. И вот попросили рассказать, куда они ходят на пляж. Но, скорее всего, они сюда либо к Мечте ходят, либо на тот проезд, на который мы сейчас с вами отправимся. Это эра инновационный технополий. С правой стороны бывший десантник у нас был. Тоже в эру превратили. И здесь у нас заезд еще один на Пионерский проспект с правой стороны. Так вот, здесь возле родника постоянно все работает. Видите, стоит сколько очень много машин. И родник у нас круглогодичный санаторий. Если вы там отдыхали, напишите мне, где ваш пляж находится. Дальше золотые пески по правой стороне. Что-то сегодня стал заговариваться. Ребятки, волнуюсь, наверное, давно много не снималось. И подъезжаем к Элладе с левой стороны. Здесь возле Эллады у нас вечная яма. И часто во время дождей стоит лужа. Сейчас лужи нету. Это говорит о том, что у нас, в принципе, все было сухо. Последние денечки. И вот мимо Эллады мы поворачиваем налево. И поедем уже именно на этот проезд к морю. И заодно я сейчас там прокачу по всем местам. Проезд я называю этот Ламелия. По гостинице, которая там появилась. Небольшие манипуляции. И все, дорога чистая. Интересно, конечно, куда столько машин здесь понапарковано. То ли стройка где-то идет, то ли еще что. Мы прям всю дорогу заставили. Летом тут ставят шлагбаум и по нему не проехать всем желающим. Там только с пропусками. Такая вот печальная ситуация. Здесь у нас уже виднеются дюны. И, как говорится, море близко. С правой стороны есть свободного прохода тротуар. Который вы можете использовать для своих нужд. Здесь, я думаю, на пляж мы не пойдем. Но выйдем и глянем на него непосредственно с этой дюны. Вот та самая Ламелия. Вот та гостиница Алюра есть на обзоре. И много квартир я показывал именно в ЖК Пионерский. Либо апарт-комплекс Пионерский. И поднимаемся на саму дюну. Здесь у нас есть возможность включить режим, как будто мы на квадрокоптере. И взлететь высоко-высоко. Ой, ляпота-то какая. Фух, запыхался аж пока поднимался. Место здесь очень классное. Виды открываются невероятные. Вокруг наши дюны здесь выглядят и чувствуют себя, в принципе, хорошо. Еще бы более хорошее к ним отношение. Не такое, как вот у того пляжа Джамайка, который сносил, чтобы поставить свои приблуды на пляже. И было бы вообще прекрасно. Рядышком с нами сейчас находится пляж на Джаматинском проезде. Но отсюда невероятный вид на Анапу. И наше любимое море. Самых прекрасных дюн. Ах, какова красота, ребятки? Скучайте по этим местам? Напишите обязательно в комментариях. Проезд к морю называется Золотистый. Вот такой вот буквой Г он тут идет. Если вдруг вы хотите на карте найти. Давайте прокатимся. Посмотрим, как этот проезд вообще, в принципе, сейчас выглядит. Как я и сказал, слева Ламелия. Вот это белое здание. Аллюра называется. Ламелия у меня обзора не было, но отзывы здесь хорошие. У меня, правда, летом тут состоялся конфликт по поводу того, что хотел поставить машинку. Здесь мне говорили, это наша территория. Ваша территория, ребятки, за забором. Вот это вот больше всего надо восприятие менять. Вот тут участок тоже выделен, но находится на территории пляжа. Я очень надеюсь, что он никогда не будет застроен. Посмотрите, какая здесь просто рекреационная зона с деревьями, дюнами и всем остальным. Тут проход у нас к Джамайке, о котором рассказывался. А здесь апарт-отель Лайнер, так и не достроенный. Пальма Санета. Что-то у них тут название немножечко обломалось. Я даже сразу не узнал их. И здесь тоже какой-то построился комплекс для отдыха. Сейчас все закрыто. Асфальт у нас вот такими вот изгибами идет. Потому что не могли, да, красную линию соблюсти Советского Союза, которая как раз таки регламентировала то, где можно строить, где нет. Сириус-отель на береговой тоже первой линии. И это у нас пляж «Выход к морю» на Джаматинском проезде. Здесь я вижу, что изменений никаких, ни ограничений выезда на пляж. Администрация так не установила. Видим, что машины там катаются. Ну и также на месте все, что было и в прошлый разы к этому показывался. С левой стороны белый пляж, деревянные домики. Здесь Курчач называется. Я даже все назвали, где боговы прочитать. Мон Мишель, гостевой дом. А тут уже посмотрите, ребятки, какой комплекс выстраивается. Это то, о чем я говорил, что к лету, возможно, он уже построится. Раньше там был кемпинг, были здесь ларечки по улицам. А сейчас уже ничего этого нет. Не узнать это место. Представляете, какое количество людей приедет теперь отдыхать в эти места. Я имею в виду именно отдыхающих. То есть вся эта территория, которая раньше была одноэтажной, застроена полностью. Мы проедем по Джаматинскому проезду сначала по прямой. Посмотрим, вот, допустим, гостиница Круиз. Гранд Прибой. Гранд Прибой, кстати, хвалят. О, смотрите, лед. Остатки былой роскоши от заморозков. Здесь морская лилия находится. Шихан. Куда пойдешь, найдешь. Кафе, что тут кофе, называется. Лог Екатерина, выход. А здесь вот это место, домики тоже под юнами стоят. Но до лета они пока никому особо не нужны. Здесь у нас дивный мир, называется. Отели и курорты. Проезжаем дальше. Раньше вот в этом месте, говорят, был об одной канал. Тоже, который соединялся с тем, который был в начале. И здесь никогда ничего не утопало. Галатэя гостиница. Проезд джиматинский номер 10. Городу корорту Анаповедь относится. И тут разнообразные места для вашего отдыха. В этом месте проход к морю туристический. Я называю, или туристский, по переулку, который находится впереди. Но также раньше здесь была коррекционная школа. Что-то ходят слухи, что у нас ее хотят вроде как закрыть. Мы сейчас сюда вернемся, выйдем на пляж. Посмотрим, как там пирс находится. В каком состоянии. База Анапская с правой стороны. Здесь у нас Эмиральдика. Фэмили Бич Хотель. И тот самый феетричный территорий. Который, кстати, пытался за ними сносить Дюна. У них проход. И здесь Санвиль Приморский. А вот здесь как раз-таки эта школа коррекционная находится. Если у вас есть информация по ней, напишите. Я, к большому сожалению, не успеваю называть все названия, по которым мы проезжаем с вами. Вот, допустим, гостиница Черноморская. Здесь вот Анапская база отдыха, которую я показывал. И как сейчас выглядит туристический проход на море. Выглядит он даже страшно. Не печально, а очень-очень грустно. Это что сносится до сих пор гостиница. Не хватает в них силы. Я так понимаю, что и в скором времени вообще может песком засыпать. Вы просто посмотрите на этот беспредел. Не могли вовремя остановить. Я помню, как я здесь ругался с трактористами. О том, что вы делаете. Мне говорили, а что ты так сильно переживаешь за эти места? У тебя что, гостиница где-то? А что у меня должна быть гостиница? Я просто люблю наше море. Хочу, чтобы оно нашим детям досталось именно в том виде, в котором с ним я познакомился еще в своем детстве. Ну, в итоге было построено. Дюны вот здесь были снесены. Видите, растительности на них почти нет. А там были такие деревья, такая красота. Ребята, вам даже это не представить. Хотя можно, я думаю, найти в моих видео в сюжетах ранних. И сейчас вот очень медленно идет снос. Упорную стенку снесли. Сама гостиница как-то, знаете, ломается не бетон, а ломают блок. Хотя это дает возможность в дальнейшем опять наполнение стен сделать и все. Ну и выходим на пляжную территорию. Посмотреть, как сейчас здесь выглядит пляж. К большому сожалению, пирс разрушен. Снова шторм. Опять будут тратиться деньги на его возвращение к жизни. Хотя я бы, наверное, все-таки рекомендовал убирать все пирсы, чтобы дать свободной циркуляции морской воды из нашей бухты. Чтобы водоросли все выдувало, вымывало все, всем мусором, как говорится, который образуется в летний период в ней. Потому что даже, казалось бы, какие-то сваи, но течение не останавливает. Это очень хорошо видно, когда ты подходишь. Летом пирс с одной стороны водорослей нет, с другой стороны они есть. Это говорит именно о том, что пирс все-таки может это делать. Странно, конечно. Я бы об этом никогда не подумал. О, у нас там кто-то искупался в море. Какая молодец девушка. Он уже переодевается обратно. Купание они заряжают бодростью на долгие года. В ту сторону мы видим гуляют люди. Это район Джиматы. В ту сторону у нас увидите, вот красота. Сейчас пирса уже отпилили. Потому что он доходил все-таки до берега. И сейчас в таком вот неприглядном состоянии. С левой стороны пляж Джиматинский. В правую сторону Фея-3. Улица Морская. А мы с ним двинем в сторону первого проезда. Но эти улицы мы тоже проедем и посмотрим. Идешь, смотришь на убитые строительным мусором дюны. Понимаешь, насколько можно не беречь нашу природу. Переместить бы вас как-нибудь в те времена, когда здесь была невероятная природа, красота. И показать эти места. Сейчас смотришь, конечно, хочется в ту сторону радоваться. То, что сзади меня происходит этот полнейший беспредел, который позволили наши власти, к большому сожалению. Хочется, чтобы такого больше не происходило. Но практика показывает, между, допустим, Черноморцем и Одиссеей, зеленая зона Анапа огорожена забором. И 100% будет застраиваться. Вот так вот ни полиция не приезжает, ни администрация не реагирует. Живем как можем. Приводит это к таким вот бездарным последствиям и пагубным для нашей природы. А потом еще приходит природоохранная зоочерноморская прокуратура. Штрафует на 70 плюс миллионов рублей администрацию за то, что она устроила свалку водорослей в районе пляжа Давиля. Я вам ее показывал неоднократно. Я рассказывал о том, что там происходит. Ну вот. Штраф за нанесенный почве вред. Люди спрашивают, а что бумажки смогут возместить вред, который был нанесен природе этой свалкой, этим гниением. Я много раз говорил, что этого делать не стоит. Но постоянно пытались доказать, что оно так и должно быть. Азово-Черноморская прокуратура оказалась тоже думает так же, как и я. Такие дела. Если бы эти 75 миллионов потратили на высадку деревьев в таких уничтоженных местах, то вообще в принципе обязали бы вот таких вот феатричных владельцев о том, чтобы они восстановили то, что было здесь раньше. Просеяли весь песок от вот этого строительного мусора. Вообще в принципе убрали, стою как на свалке какой-то. Возвращаемся по Джиматинскому проезду. Посмотрите, какой огромный здесь комплекс появляется. Первый этаж, тут что-то как все два-три. Туда дальше строительство. Ух, что ждет Джиматэ в дальнее чем. Просто смотришь и не верится. А количество людей, еще раз говорю. Представляете, какой в этом комплексе будет отдыхать. Какая нагрузка будет на всю инфраструктуру. И сколько здесь всего этого строится. О, как-то опасненько. Ребята дайте проехать. Обламываю эту палубочку. Главное, чтобы меня не прилетело. С левой стороны все столовые, которые вам известны, закрыты сейчас. Ничего не работает. И мы выезжаем на кафе «Полет», который находится перед аквапарком. Немножко мы не проехали по Пионерскому проспекту. От золотистого проезда до сюда. Но я не думаю, что это критично. Потому что все самое интересное, как говорится, в Джиматэ начинается именно здесь. Паловая у нас по прямой. На обзоре часто у нас мелькало. Ну и это место, думаю, вам тоже всем знакомо. Здесь очень много всяких развлечений в вечернее время. И является местом притяжения. Таким большим. Но сейчас уже не единственным. Потому что туда дальше тоже уже появляются развлекательные всякие места для детей. Здесь «Магнит» находится. И «Рота ДПС». Доезжаем. «Мартино» как-то в гостинице называется. «Мартино», что ли. Не могу прочитать. Очень интересные автомобили стоят именно. Советский парен ДПС. Многие с ними фотографируются. Тут огромное количество еды в этом месте. С левой стороны фудкорт. И с правой стороны тоже фудкорты. Имеется вот это «Ангел вкуса» заведение. Пробовал здесь еды вкусно. С правой стороны столовая. «Рай» тоже мы с вами кушали. Было вкусно. Вот тут на Пионерском 85Б. Столовая «Семья». И еще одно кафе, которое находится здесь. Аренда, кстати, у него. Там дорогая была еда. «Ваниль». Даже сейчас работает. Это кондитерская, в которой можете прийти к кофейне, покушать вкусно. Всякие выпечки. Культовое место. Да, моих подписчиков всех хвалят его. Очень сильно. С правой стороны частный сектор. С левой стороны у нас Джимате пансионат. Проезжаем. Сейчас, как видите, людей нет. Все пусто. Грустно. И ждет следующего сезона Джимате. Мы поворачиваем на Уральский проезд, чтобы доехать до первого проезда. Ну и, собственно, с него мы сейчас и посмотрим все места, которые вас здесь могли бы интересовать. Пансионат Уральский самоцветы с правой стороны. И по прямой до Фии третьей. Тут каких-то глобальных изменений я не вижу. В прошлом году с левой стороны горело кафе. В этом году, тьфу-тьфу-тьфу, вроде бы без пожаров пока. Говорится, тихо все и спокойно. Торговые павильоны, бары находятся. Здесь вот эта вот кафешечка горела. Фея вторая, прошу прощения. Здесь вход на нее. И поворачиваем направо. Здесь улица Виноградная у нас. И она постоянно подтапливается. Сюда, возле феи, выход на пляж находится. Так. Аккуратный поворот. Главное, чтобы ничего не зацепить. И поехали смотреть на гостиницы, которые здесь имеются. То есть изменений, в принципе, никаких особо нет. Так живется, что в Джимоте, походу, были какие-то глобальные заброски, в которых мы были вещены у себя. И вода, и морозы. Как говорится, уральские самоцветы. Право, кстати, проход открыт через них. И улица Морская. Выглядит сейчас именно вот так вот. Гостиница. Потихонечку готовится к следующему сезону. Ждут, когда он придет, а вы к нам приедете. Такое тоже замирание происходит небольшое. Хотелось бы, конечно, чтобы движа было побольше. Здесь вот тот домик, который затапливал. Подсыпали песочком. Туда дальше выход на пляж. FireFood с левой стороны. Ну, а здесь, представьте, постоянно живете. Вас взносят песком. А какие там узкие, типа, гостиницы находятся. Интересные места, конечно. Вот так вот гостиницы по левой стороне сейчас. Замерли и ждут. Ух, тут прям птички поют. Весна, весне дорога. Скоро все будет, ребят. Не переживайте, как говорится. Чуть-чуть осталось. Возле становой Bon Appetit опять поворачиваем на улицу Виноградную. И поехали смотреть по сторонам. Джаматы такие, они узенькие, знаете, как будто дачного типа улочки. Но это все из-за того, что застройка очень плотно велась. Каждый метр земли возле моря стоит бешеных денег. Так же самое, как в Адлере. Здесь, наверное, даже получше. Потому что в Адлере я вообще мучился с тем, чтобы найти, вот сейчас в зимнее время, где-нибудь место для парковки. А если идти ставить на платную парковку, то там дороже моего номера получалось. То есть мне более, так сказать, презентабельнее было бы спать непосредственно в машине. То есть что-то около 1000 рублей просили. А номер я за 500 снимал вот в эту поездку уже в январе в этом году. Здесь без особых изменений все как было, так и замерло. И выезжать будем сейчас уже на первый проезд. Чтобы не ставили, да, машины даже в зимнее время боются, что кто-то припаркуется, подняты все вот эти вот лягушки называют. Здравствуй, первый проезд. Что у нас здесь происходит? Это происходит здесь, наверное, ровным счетом не особо чего. Потому что изменений нет. С правой стороны фея первая. Проходим тут еще из известных гостиных Астон, гостевых домов. И юбилейный проезд, юбилейный тупик на правую сторону. Дайте, хотя ладно, там ничего интересного нету. Пара домиков стоит и, собственно, все. Ну и, собственно, первый проезд пляж. Столовые все тут даже обозначать пока не надо, потому что они все подзакрыты. Ждут следующего сезона пока. Здесь мы выходим, ребята, на первый проезд. Тут имеется вот такая вот зона отдыха с правой стороны и проход к морю через дюны. Были бы, но сейчас вот так вот это все выглядит. Разбомбили сам первый проезд, когда были здесь непосредственно подтопления в джемоте. И так и оставили. На самом деле это хорошо, потому что проходы должны быть не частными. Здесь вот даже проход к морю оказался в частных руках. Такое бывает. Иногда, ну, проходит. Как говорится, природа ставит сама все важные отметки. Здравствуй, первый проезд. Печальный вид у пляжа, конечно, не в сезоне. Посмотрите, сколько чаек здесь лазило по песочку. Прям вытоптали весь. Но пляж уже выглядит гораздо лучше. Помните, сколько было мусора? Какая сейчас чистота и красота. Сегодня очень интересный закат нас ожидает. Мои дорогие, если вдруг получится, я в конце видео еще заеду на закат и подсниму его. Смонтирую такой объем, я все равно успею только к завтрашнему утру. Поэтому будет небольшой временной лаг. Море, красота. Первый проезд для вас, дорогие друзья. Познакомимся дальше в Джимате. И следующий проезд у нас будет гостевой. А теперь в обратную сторону от улицы Винограды посмотрим на первый проезд. Как он здесь выглядит. Что здесь интересного происходит. А ничего. Все закрыто, ребятки. Все ждет следующего сезона. Когда же он настанет, когда же вы сюда сможете приехать на отдых. Доезжаем до улицы Песчаной. У нее в левую сторону вот так вот все смотрится. В правую сторону вот так вот. Выйдем на Пионерский проспект уже. Конечно, все меняется, когда приходит весна. Особенно лето. Весной подготовка, а летом работа. Здесь пока работают у нас все магазины абсолютно. Я хотел сначала прокатиться в ту сторону. Так понимаю, долго придется ехать за этой бетономешалкой. Здесь жизнь все-таки есть. Люди имеются. Едем на гостевой проезд. Посмотрим, как там сейчас жизнь течет. Тут ничего нового не появляется. Как говорится, смотрим за всем. На правую сторону у нас здесь бывший дед имени Гулаева был. Детский санаторий. Интересно, сейчас он еще работает или нет. Если вы что знаете, пишите. Здесь территорию восстановили. Как она теперь приятно смотрится. Проезжаешь мимо. У нас есть обзор на этот детский пансионат. Юбилейный, если что, посмотрите на канале. Какие счастливые тут детки были. И в дальнейшем эта территория тоже должна прийти в такой же порядок. И заработать в полном объеме. Мы этого очень сильно ждем. Главное, чтобы наших детей отправляли к нам на отдых. То очень многие уехали в Крым. Надо больше развивать детский отдых. Больше давать субсидий на него. Потому что это детство. Это самые яркие и классные впечатления. Сколько людей к нам приезжает сейчас до сих пор. По-на-пу. Представляете, на тех детских ощущениях. Доезжаем до гостевого проезда. Сейчас здесь у нас поворот свободный. Швабаума нету в левую сторону. И заезжаем. Магазинчик с правой стороны работает. А здесь же все ларечки под закрыты. Хотелось бы, конечно, чтобы все работало всегда. Но можно сказать, что нет для кого. Рябинушка, наверное, функционирует. Я думаю, как раз таки отдыхающие. Возможно, с нее и идут. Ибо просто местные жители на прогулку. Они тоже иногда все-таки к морю ходят. Наговаривать на них особо не стоит. И едем в сторону Динамо. Динамо 2 с правой стороны. Белый Лебедь с правой стороны. Здесь Skybridge. Большая гостиница построилась. Тоже большой вопрос, как всем этажей могли появиться в Первой Береговой. Но это было раньше запрещено. А сейчас, получается, немножечко стало всем разрешено. Потому что комплексы строятся и строятся. Так вот. Непоследовательно. У нас немножко в этом плане администрация. Слушайте, солнце вам показал почти лето. И тут даже лед потоптал. Вот такая вот у нас погода нестабильная. Выходим на море. Посмотрим, как здесь сейчас оно ждет, скучает без нас. Очень много песка нанесло ветром. Сложно даже узнать, то, как здесь все выглядело сейчас. Как выглядит. Радует, что здесь, благодаря конкуренции между проходами, так как через Динамо сейчас тоже возможен вход на пляж, была реализована ногомойка. С левой стороны и здесь тоже она работала. Все люди в этом году отдыхали культурно на джимоте, мыли ножки. Тем самым, тратя воду, но оставляли песочек. Можно было бы поставить даже, может, как-то морскую воду, чтобы она подавалась, чтобы споласкивать ноги непосредственно на пляже. Ну, конечно, лучше перед территориями новых, потому что даже настилов, которые здесь есть для потока людей, которые приезжают сюда, их, конечно, не хватает. Ну и здравствуйте наши дюны. Вот так вот распорядилась природа в этом году. Проход выглядит в таком формате к морюшку. Ну, сложно ли тут ходить? Да нет. Вот точки торговые размещать, конечно, тяжеловато будет. Все больше интересных таких оголяется мест, потому что ветер, видите, начинает подрывать эти дюны, появляются какие-то заборы бетонные насыпи. Постоянно, видите, на дюнах хотели ставить заборы. То есть он вот так вот тук-тук-тук, выше-ниже шел. Пытались себе огораживать эти территории. Такие недобропрорядочные граждане, что ли, их можно обозначить. О, тракторочек поехал за очередной порцией мусора, которое море к нам сюда и приготовило. Ведь они вывозят палки, так сказать, самый крупногабаритный мусор сейчас. А мы выходим постепенно на видовую площадку. На каждый пляж, я думаю, не имеет смысла выходить, потому что все-таки сейчас море выглядит, в принципе, везде одинаково, но сами пляжи показывать обязательно стоит. Красота Анавского побережья здесь ощущается в полной мере. Хотя как тут все изменилось, друзья мои. Я стою на дюне, здесь было гораздо больше. Как дышится на море. Вам бы это себе представить, ваши города. Хотя, я думаю, может быть, вы вспомните аромат нашего морешка. Я раньше никогда не понимал, как это, пока на самолете не прилетел в Сочи. Ты выходишь, и после Москвы совершенно другой воздух. Потому что летел в самолете, дышал тем же, как говорится, московским. Тут круто, это было невероятно. Вот ради этого, стоило воспользоваться хотя бы самолетом. В хорошем, как говорится, без меня виде. Покажу вам панораму на этот пляжик. Я думаю, что мы к морю выйдем и закончим наше повествование уже на кривом проходе, куда мы, собственно, с вами сейчас и отправимся. Всегда, когда гуляю, стараюсь с собой забрать какой-то мусор. Особенно, если это стекло, надо его уносить с пляжа. Делайте так же, и мир наш станет чище. К сожалению, тех людей, кто бросает мусор, очень много. Я не знаю, как их называть, как их характеризовать, но это опухоль на человеческой, так сказать, расе. И хотелось бы, чтобы мы воспитывали своих детей, приучая их к тому, что мусорить надо мусорку. Как минимум. Лучше еще, конечно, сортировать и перерабатывать все эти отходы. Как было раньше хорошо, когда бутылки принимали за копейки. Нигде ни одно не валялось, вспомните это время. Я задумался то, что хожу, уже стараюсь немножко не акцентировать свое внимание на мусоре, который валяется. Так сердце кровью обливается от оттальной застройки в джемоте и увеличения нагрузки на инфраструктуру. Вот прям чую на тоненького, ребят, еще немножко, и может наша вся курортная деятельность накрыться большой попой. Можно по-другому сказать, но скажут, часть тела есть, а слова нет такого. Это очень печаль, это очень настораживает. Хочется, чтобы все-таки как-то более сосредоточенно работало наше управление города, муниципальное, на то, чтобы этого не произошло. Прикиньте, летом свет где-нибудь бахнет или канализация прорвет. На Пионерском проспекте дышит на ладан. Здесь такие объемы подключают. Можно рассказывать долго о том, как у нас зарыли в землю кучу бабла, хотели сделать новую линию на джемоте, один год очень долго копали, а потом где-то инженеры ошиблись, и она так и не заработала. В общем, все до сих пор на канализации советских времен. Я уже не говорю про электричество, водоподведение и так далее, и тому подобное. Фух, это знаете, как бы у всего есть свой срок службы, и советские коммуникации его уже пережили. Кто понимает, о чем я, пишите в комментариях. Выезжаем обратно на Пионерский проспект, и еще немножечко на обзор его нас ждет сегодня с вами. Здесь, я думаю, тоже все места знакомы. Столовая, пиццерия, чайка. Кстати, в прошлом году ни разу не ходил. Я, по-моему, перестал особо делать обзорчики на столовую. Не знаю, надо ли вас обновлять этот контент или нет. Зато перестали комментарии, сколько ты ешь, зачем ты ешь. Пришел в столовую, выпил чай, говорит, вот вам, ребята, чай был вкусный, обзор на столовую закончен. Но был хороший контент, и многие его как бы скоммуниздили. Теперь, читая отзывы своих подписчиков, все под видео о том, что там другие теперь едят очень много. Бывает. Фея 3 с правой стороны мы поворачиваем на кривой проход к морю. Его меня просят называть не кривым, а дюны золотые. Ну, какие же это дюны золотые, ребята, когда это кривой проход? Ну, может быть, дюны золотые звучат получше, но, по крайней мере, мне кажется, называть надо правильно. Здесь частный сектор, вот они самые дюны. С правой стороны Лукоморье находится. Мы поворачиваем налево, здесь у нас направо Пондоса, здесь Зорья Напы, или как так и называется. Ну, сейчас это все под одним управлением находятся. Зорья, так короткий комплекс назывался. И там идет тоже глобальное перестроение, но у них тотальные застройки я пока не увидел. Может быть, конечно, в дальнейшем мы это тоже разглядим, потому что территория просто невероятно классная, которая им досталась. Жалко, конечно, посмотреть бы в глаза тому человеку, который этот проход оставлял, чтобы люди вот так вот тут ютились. Тут есть местечко для парковки одно, такое уютное, маленькое, но дальше пешочком проявляемся. Как минимум исчезли все торговые ряды, там территорию разровняли. Интересно, что там ждет эти места в дальнейшем. Ну, а мы пошли к морю. Комментарии, конечно, всегда собираю прям интересные. После этого, когда я здесь прохожу, смотрите, что почки на деревьях, ребята, набухают. Какова красота. Ой, скоро весна, скоро весна. Только бы не было заморозков, которые все это испортят. Идешь и стараюсь не дышать. Вдруг кто-то за углом тут спрятался. Представьте, как здесь ночью с пляжа возвращаться. Меня всегда прям умиляют такие моменты. Если кто помнит, как здесь было раньше, смотрят же там старые местные жители, кто гуляет со мной, как вообще выглядело это место и как здесь проходили к морю. Но неужели все так же было, что два забора, и между ними так вот люди ходили. Хотя в советское время у нас-то и заборов особо не было. Вспомнить ту же самую территорию Жемчужной России. Все детство провели на ней, играли на футбольных полях, на баскетбольных площадках, в лесочках этих всех отдыхали. Рай. Я просто жалею сейчас детей, что им даже в принципе выйти-то некуда. Поэтому и просят люди, сделайте там какую-нибудь площадку, там что-нибудь, чтобы хотя бы было куда выйти, прогуляться-то. Наживем на курорте, а гулять кроме моря негде. Радует, конечно, и зеленая травка. В скором времени будет появляться большое количество цветов. Я надеюсь, что февраль у нас будет теплым месяцем. Но если нет, то у нас есть знаменитые февральские окна, в которых температура прям очень высокая. И можно даже купаться в море пытаться. И часто спрашивают, когда вы начинаете купаться. В юности у нас всегда была тема, чтобы купаться в конце апреля начинать. То есть вода еще прохладная. Градусов 19 обычно была. Но вот прошлый сезон показал, что море долго прогревалось. Обычно все так и происходит, что к концу апреля. А в прошлом году к середине июня только перестали поступать жалобы о том, что море прохладное. Хотя я купался в удовольствие гораздо раньше. Вышли на дюны. Можно было, конечно, вот там вот обойти. Я люблю почему-то именно здесь ходить. Продираться, так сказать, между деревьев, упавших из дюны, и выходить уже непосредственно на пляж. Какова красота! Особенно, когда прошла зима, ветра, дюны немножко вернули после штормов свою форму. Ну, хотя в этом месте они, в принципе, и не страдали. И радость встречи с морем. До заката остается еще парочку часов. Если я найду, чем себе занять в этом районе, то мы с вами обязательно увидим ту красоту, которая, возможно, сегодня будет смотреться на горизонте очень красиво. Ну, если нет, я думаю, вы не расстроитесь. Вот так вот выглядит пляж Кривого Прохода. Сюда ходят на пляж курортный отель Олимп. Наверное, самый большой у них. С правой стороны, я честно, сейчас уже не вспомню, тоже где-то что-то новое построилось. И дюм золотые туда дальше расположены. Потом следующий пляж по Пеневскому проспекту уже идет. Может быть, я его на закате вам покажу. Называется он Вагуна, либо речка Можепсин. Я очень надеюсь, что сегодняшняя прогулка вам вообще, в принципе, понравилась посмотреть на Джимате. Можно к Джимате отнести и дальше туда пляжики, но я думаю, что основное мы с вами сегодня посмотрели. Я вам все показал и рассказал. Повторяюсь, это очень опасная ситуация, когда на советской коммуникации накладывается такая новая нагрузка. Строительство это, развитие всегда хорошо. Но когда говорят о новой Анапе, надо будет еще со старой разобраться. Хочется все-таки, чтобы Джимате не превзошло по своим показателям новую Анапу. С другой стороны будет больше работы, больше занятости у людей. Еще лет 5-6 назад я рассказывал о том, что в Анапе очень сложно найти работу. Сейчас работы, допустим, довольно-таки много во всяких там местах продаж, кафешках, которые работают круглогодично. Зарплаты в районе 30-40 тысяч можно найти. И, в принципе, на это, на берега моря, можно жить. Даже можете прикинуть себе, приехали на зимний период, работаете, получаете, допустим, 30-ку, 10 тысяч вы, до 12-ти можно что-то найти. В общем, будет выходить 15 проживания. В среднем это можно или студию снять, либо какой-то номер в гостинице. И остальное у вас остается на еду. Зато каждый день после работы сможете ходить. Как это смешно звучит, когда людей забаливают и говорят, что приезжайте поработать, будете ходить, отдыхать на море, при этом еще и денег заработаете. Да нет, у нас такая работа, на которой ты сможешь ходить на море и при этом еще и деньги зарабатывать. Потому что, отпахав сутки, там, допустим, как Оксана работала, у нее смена началась в 8 утра и заканчивалась в 11 часов вечера, то потом уже два дня выходных ты лежишь дома и просто тупо отсыпаешься. Так что мечты, конечно, мечтами, а реальность, она немножко расходится с действительностью. Ну, те же самые магниты, пятерочки, тоже люди требуются, там тоже зарплаты вроде бы более-менее неплохие, плюс соцпакет обещает. Их открылось уже очень много, скоро, наверное, все анапчане будут там работать во всех этих магазинах. Так что, ребятки, приезжайте, зимуйте в Анапе, наслаждайтесь нашим побережьем. Если у вас вообще удаленка, то это мечта, я считаю. Сочи хорошо, Крым прекрасно, но Анапа это жемчужина, которая находится между этими двумя местами. В любой момент вы можете сесть, сорваться и уехать что туда, что туда, и наслаждаться прогулками, видами там. Вернуться сюда, а если вы еще и водные виды спорта любите, какой-нибудь виндсерфинг, кайтсерфинг, то Анапа это вообще разкое место на земле. И давайте все-таки доедем до конца уже, наверное, зоны, которые я всегда отношу к джемоте. Здесь у нас еще частный сектор по левую сторону. С правой стороны фея третья, как я и говорил. Доедем до речки Можипсина. Здесь пансионат солнечный. Тоже у нас он переделанный. Раньше все по-другому там было. Фея третья. У них тоже какое-то перестроение вначале. Плиточку меняют. Сибур-Юг с левой стороны. Раньше тоже был чисто детский лагерь. Уже не вспомню, как назывался. Здесь, с правой стороны, у нас нынешний олимпийц, бывший Прометей. Уже все, память подводит что-то. Ну, либо я до конца еще и не выстроил. Раньше все было проще. Четыре сезона жилой комплекс построены. Тоже расположение довольно-таки интересное. Рядышком с берегом отдыхать, говорят, там довольно-таки неплохо. Здесь бывшее северное сияние. Сейчас тоже полезная поделенная территория. Жалко, конечно, что вот так вот они как-то умудряются детские территории разбазаривать. Вот один проход еще к морю. Просто эти места также относятся к Джимате. В этих комплексах у меня тоже есть и квартиры на обзоре для отдыха, и разные жилые дома. Ну, и здесь заканчивается, я думаю, по речке Можипсин территория Джимате. Лазурный берег, друзья. Если будет закат, то мы вернемся. И осталось все-таки, ребятки, возможность доехать до моря. Мы поворачиваем на Лазурный берег и вдоль речки Можипсин двигаемся. Ну, если это так можно сказать, двигаемся. Тут все печально. Осторожным покрытием, конечно же, это небольшая грустинка. Потому что хотелось бы, чтобы дорожное покрытие было гораздо лучше на курортах, но этот бомжатник, ой, прошути прощения, лучший курорт в мире Краснодарского края, она помнила с приглашаем. Дерево. Спасибо, что спилили, но что-то никому дрова, походу, не нужны. Это время. Там какая-то машина что-то разгрузила в ту сторону. Надеюсь, ничего плохого. Мы сейчас там не заснимем, а то меня прибьют. Тут, смотрите, сняли уже опалубку с этой гостиницы. Я думаю, что будут успевать ее закончить в этом году. Ну и предвестник красивого заката я вижу на горизонте. Такие облака перистые. Должно быть прям очень хорошо. Я, по крайней мере, надеюсь на это. И потихонечку. С той стороны тоже деревья через зекрой бумажный псин попилили, так и не остались. Очень у нас не хватает все-таки вот этой красоты, там уборки, чтобы все было классно. Ни с кем вообще об этом даже разговаривать не стоило. Никогда такого не получается. И это обидно. Могу понять, что тут происходит, конечно. Но очень интересно. Вот, припаркуемся тут где-нибудь. Что-то такое интересное происходит. Я такую машину даже не видел раньше, чтобы вот так вот она делала. О, это строительный мусор, который с пляжей. Я понял, все. Его, это как лодочка. То есть ее загрузили. Смотрите, сколько мусора поместилось в нее. Деревяшек и всего остального. И сейчас уже вывозят. Вот, спасибо еще раз нашим людям, которые наводят порядки на пляжах. Вы самые лучшие помните об этом. Ну и река Можипсин разлилась. Ну пока мы идем, я вам немножечко расскажу о том, что в Анапе, помимо того, что мы сейчас занимаем второе место после Сочи по количеству брони, открывают новый отель. Мираклион 5 звезд. Называется Фюнф Люксери Ресорт Энн Спа. 5 звезд Мираклион. Там будут свои бунгало с бассейнами на первой береговой линии. И цена в сутки за отдых на четырех человек 260 тысяч рублей. Вовсю идет бронирование. Он очень, говорят, востребованный. Ну, куда еще поехать нашим людям, как не на наше любимое зелененькое море в Анапе за, это получается, 65 тысяч в сутки на человека. И, конечно, очень интересно, что там будут за номера. Эй! Ну, красивое небо, по крайней мере. А закат сегодня отменили. Ну, а также уже более 80% вообще всех мест в Анапе забронировано. Так что, ребятки, если вы собирались поехать, бронируйте, а то потом поедете по 265 тысяч за отдых платить. Ну, как есть. Друзья мои, пришли тучи. Большому сожалению, закрыли сегодня закат нам, и мы его увидеть в полном объеме не можем. Но, тем не менее, это очень красиво. Давайте все-таки вам покажу поближе. Мне просто подписчик пишет, Юрий, ты видел вообще, что происходит? Это что за цены? Я читаю, не могу поверить своим глазам. Четыре дня больше миллиона денег. Фантастика! Вот просто кто придумывает такие цены, ну, явно понятно, что не для вас, с вами, но тем не менее. Куда все идет? Представьте, какие цены будут в новой Анапе, когда ее построят. Надеюсь, что не зря ждал закат, приезжал и вам показал, и вам тоже все понравилось, так же, как и мне сегодня. Ребятки, от души, душевного душа. Слушайте, я думаю, что не зря еще жду, потому что даже чуть-чуть солнышко уже появилось, такие красивые прям цвета раздаются. Камера, правда, не фиксирует вот все то, что происходит на горизонте, а так и хотелось, чтобы она передавала все краски, всю ту палитру, которую я вижу, потому что сегодня здесь ее голубой, темно-синий, оранжевый, красный. Да что-то только нету. Просто смотришь на это и не можешь поверить, что вживую все это наблюдаешь. Это действительно так. Какая-то невероятная красота. Тищина, спокойствие и удовольствие. Я прям очень надеюсь, что вы оцените эту красоту своим лайком и комментарием и мы с вами пообещаемся обязательно. Там, внизу, в чатике, но также поддержите подпиской. Это невероятно просто. Посмотрите, как она все розовеет. Диск солнца вылазит. Какая круто тень. А я сюда подошел, думаю, что это интересное такое тут лежит. Даже вот не знаю, тут емкость какая-то водяная. Откуда она здесь взялась? Вроде бы, раньше тут не было. Глядит она, думаю, так интересно. Меня, по крайней мере, заинтересовало. Давайте я вас... Ой, вода пошла. надо отсюда убирать. Просто было сухо, волна пришла, вода пошла. Просто сказочный закат, ребята. Это невероятно. Просто нереальная, фантастическая красота. фантастическая красота. Какая просто сказка. Я очень рад, я очень рад, что вы вместе со мной смотрите эту фантастику. Большая редкость увидеть такую красоту. Я просто, господи, пожалуйста, пускай оно запишется так, как оно есть. Не лучше, не хуже, пожалуйста. Передай это все гоупро. Йок-макарек, это нереально круто. Я не знаю, тот человек, который любит закаты, как я, который ходил на большинство закатов в своей уже, наверное, нормальной восприимчивой жизни, взрослой. Я приглашаю всех на фотосессии. Если вы понимаете, такой закат, фотки будут просто нереально крутые. Ребят, приходите обязательно. Если вы вживую не видели вот такого заката, то считайте, вы не были на море. Я сегодня вот хотел уйти, думаю, да нет, останусь до конца. И посмотрите, что подарила природа. Это просто невероятная красота. Ты смотришь на это и думаешь, ну, это же фантастика. Это Марс, как мне писали иногда, знаете, на моей фотографии, когда ловил самую сильную красоту, вот вам, без обработки. Просто нереально красиво на берегу моря вот такая вот фантастика. От души каждому каждый у вас город. Я даю вам мотивацию прийти и поймать вот точно такой же невероятно красивый закат. Я надеюсь, что вы со мной согласны. Это просто чума. Это красота. Я уже думаю, может, пора идти. Что-то не заканчивается. Фантастика. Как это красиво. Я смотрю, сколько людей подтянулось со всех сторон. Народ увидел, что происходит на море. Там, там, там. Я был практически один, только парочка тут стояла. Они уже уехали и не увидели вот этого. Представляете? Ладно. Пора все-таки уходить, а то я тут уже замерзнул. Я вас приглашаю на фотосессии в летний период времени. Пишите мне вконтакте, ватсапе. Везде вас буду рад видеть. Также подписывайтесь на наши соцсети, телеграмм, запрещенные там и так далее. Везде есть. Стараюсь везде держать связь. Буду рад вас везде видеть. Спасибо еще раз всем за поддержку, кто поддерживает и донатом, и комментарием. Отвечаю абсолютно на все комментарии. Всем привет, Черноморский. С вами был Юрий Озаровский с лучшего берега Черного моря. Зовется оно Анапа. Любимое место в моем сердце, в моем навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok